время зарядки на телеканале санкт-петербург знаменитый боксер мохаммед али был большим поклонником скакалки этот спортивный атрибут прост в использовании и эффективен для здоровья сегодня расскажем о пользе техники выполнения и типичных ошибках при выполнении прыжков на скакалке основная польза прыжков на скакалке то что укрепляется сердечно-сосудистая система и укрепляются мышцы ног и в верхней части тела достаточно 10 минут для того чтобы размяться подготовиться и после этого в течение 20 минут какими-то сетами выполнить данную нагрузку начинаем с короткой суставной гимнастики и нужно нам понять какая же должна быть скакалка по высоте достаточно просто встать двумя ногами на скакалку и будет хорошо для начального уровня если она доходит до подмышки мы приземляемся на переднюю часть стопы практически пятка у нас не задействуется держим ровно туловище полностью мы ровненькие как пружиночка руки мы держим возле грудной клетки и наша основная задача выполнять именно кистевое вращение теперь рассмотрим типичные ошибки работа локтями а не запястьем правильно крутить скакалку только ладонью плотно прижав руки к туловищу прогиб фоясницы или вовсе выгибание корпуса вперед спину надо держать ровно если ноги не держать вместе они постоянно встают в разные позиции необходимо лишь отталкиваться носочками от пола прижимая стопы друг другу сейчас мы разберем самые основные базовые прыжки и естественно самый первый базовый прыжок это прыжки на двух ногах также и мы можем выполнять прыжки на одной ноге главное чтобы нога была другая прижата также мы можем выполнять с чередованием ног то есть в один момент в один прыжок левая и в другой прыжок правая идет очень большая нагрузка на коленный сустав также нельзя заниматься данным видом спорта тем у кого им были травмы для коленного сустава либо может быть переломы ног полчаса на скакалке это примерно 200 потраченных калорий или один пончик помните спорт доступен каждому ежедневно